Друзья, всем привет! Сегодня я хочу поговорить с вами о моем, пожалуй, самым любимом древесном материале. Почему он самый любимый? Ну, дело в том, что я считаю его самым лучшим из всех древесных материалов по общей сумме своих характеристик, в особенности по прочности и по стабильности. К сожалению, я знаю, что к этому материалу у некоторых мастеров и в особенности у заказчиков есть некоторое пренебрежительное отношение. Но я думаю, что это как раз таки связано с тем, что многие люди вообще не знают об этом материале практически ничего, знают лишь общее название. А название это самая обыкновенная фанера. Итак, свой обзор я хочу начать с того, на что в принципе способен такой материал, как фанера, для тех людей, кто в общем-то не очень понимает возможности этого материала. Вот я вам демонстрирую лопату, которая пришел в этом 2021 году уже конец этой лопате то ли 12, то ли 13 лет. Она была изначально вот такой, наверное, длины, ну в два раза длиннее. Вот это здесь фанера, здесь обычные брусы. Так вот эта фанера, вот она уже источилась до такого состояния, в котором вы ее сейчас видите. Я ей чистил снег, то есть чистил мокрый снег, чистил там наледь какую-то, какая есть. Это единственная лопата, которой я чистил снег. У другого у меня лопаты нет. Вот последний сезон, кое-как она у меня дожила, зима была снежная, тем не менее. Я просто хочу показать, в каком состоянии фанера сейчас после 12 лет просто-таки убийственного абсолютно использования. То есть елозила она в основном по плитке, по тротуарной, по бетонной. При этом, несмотря на такие адские условия труда, в которых она находилась и условия хранения, ну первые там года три она еще у меня в сухом месте стояла, а потом она у меня стояла, где стояла, там стояла и под дождем, и как только никак, на земле и так далее. Она не сгнила, не расслоилась и так далее. Вот она сейчас мокрая, только что ее принес с улицы, там идет дождь у меня, вот в таком состоянии. Вот на что в принципе способна фанера. И это фанера не ФСФ, это самая обыкновенная фанера ФК. Покажу крупным планом. Итак, что такое фанера? Фанера это древесно-слоистая плита. Это многослойный строительный материал, изготавливаемый путем склеивания специально подготовленного шпона. Для повышения прочности фанеры слои шпона накладываются так, чтобы волокна древесины каждого листа были перпендикулярны соседним, то есть крест-накрест. Поэтому, чтобы направления внешних слоев совпадали, количество слоев шпона обычно нечетное, от трех и более, то есть пять, семь, девять и так далее. И получается так, что вот эти вот рубашки шпона крайние, они обязательно, волокна идут в одном направлении. Фанера в России выпускается в следующих основных форматах. Самый основной формат это 1525 на 1525, то есть полтора на полтора метра квадрат. Остальные, вот я вам сейчас напишу, можете посмотреть, какие еще выпускаются форматы фанеры. Значит, различия в расположении длины и ширины относительно формата фанеры обозначают продольное или поперечное расположение волокон шпона по длинной стороне. И указывать, что если формат заявлен как 1220 на 2440, то расположение слоев шпона поперечное, а если 2440 на 1220, то продольное. Фанера с продольным расположением волокон шпона используется там, где требуется гибкость, а с поперечным там, где требуется высокая жесткость при изгибе. Итак, давайте немного ознакомимся с тем, как фанеру производят. Сам я совсем не специалист по технологическому циклу производства фанеры и лишь вкратце в популярной форме опишу, как это примерно делается. Перед тем, как поступить на лущильный станок, древесина сначала пропаривается или погружается в бассейн с горячей водой. Это необходимо для того, чтобы из дерева были удалены смола и деготь, а сами волокна стали более пластичными. После пропаривания заготовки поступают на лущильный станок. Здесь бревно зажимается, как в токарном станке, в двух центрах, и начинает вращение вокруг оси. Ноз шириной во всю длину бревна начинает снимать шпон. Эта процедура напоминает разматывание рулона бумаги. Только вместо бумаги получается полотно из шпона. Толщина примерно от 1 до 1,5 мм. Следующим технологическим процессом производства выступает проверка целостности шпона. При обнаружении дефектов, таких как сучки или червоточины, они на специальном станке удаляются, а вместо них устанавливается заплата. Вот так выглядит заплата. Но здесь, как видите, неудачно выбрана текстура древесины. Она достаточно сильно отличается от остальной. Вот здесь подобрана чуть лучше, но тоже все равно она несколько отличается. Не знаю, как хорошо это будет видно на камеру. С этого момента оборудование для производства фанеры практически исключает ручной труд. Все остальные операции выполняются станками. Первым этапом идет сушка в туннельной сушилке. Листы, проходя по конвейеру, обдуваются горячим воздухом. На выходе влажность древесины должна быть не более чем 4%. Затем из полученного шпона путем склейки его слоев и формируется фанера. Нанесение клеевого состава при изготовлении фанеры происходит при помощи специального станка. Здесь клей наносится ровным слоем по всей поверхности листа. Машина-автомат самостоятельно склеивает полотна шпона, чередуя слои так, чтобы волокна соседних слоев были взаимно перпендикулярны. Ну, о чем я вначале говорил. Это обязательное условие получения качественной продукции. Собственно, склеивание производится двумя способами. Первый способ. Это при холодном склеивании на лист фанеры помещают в пресс и оставляют его там при комнатной температуре на 6 часов. После застывания его отправляют на этап просушки. Второй способ термический. Готовые тщательно склеенные листы направляют под термопресс, где с давлением и высокой температурой соединения набирают окончательную прочность. По толщине фанера идет следующих размеров. От 3 до 40 мм. Это толщины 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 30, 35 и 40 мм. Если же нужно получить листы фанеры какой-то другой толщины, то тогда можно брать уже готовые листы, комбинировать их как вам удобно и клеить нужную толщину самостоятельно. Теперь давайте поговорим о сортности фанеры. Это, наверное, один из самых важных параметров. Она бывает пяти сортов. Е – это элитная фанера. Это фанера, где в верхних слоях шпона не допускается вообще никаких дефектов, кроме незначительных изменений случайного характера. Ну, типа вот таких вот полос и так далее. Никаких изъянов быть не должно. Затем идет первый сорт. Первый сорт уже допускаются незначительные изъяны. И также допускаются еще заплаты. Но тоже с определенным допуском на один квадратный метр. Но допускаются еще совсем небольшие, вот примерно такие сочки. Вот примерно так выглядит фанера второго сорта. Здесь уже в отличие от первого сорта допускается большее количество изъянов. Допускаются мелкие сучки с большим количеством на квадратный метр. Допускаются опять же таки заплаты, большее количество их на квадратный метр. Я здесь показываю лишь достаточно небольшую область фанеры, но речь идет о том, что вот так должен выглядеть весь лист фанеры, вне зависимости от его размера. Естественно, прямо таки четкой такой градации, как выглядит второй сорт, нет. Потому что вот я сейчас еще нашел один кусок фанеры второй сорт, он как бы качественнее, чем вот этот второй сорт. Здесь все во многом еще зависит от производителя. Примерно так выглядит лист фанеры третьего сорта. Повторюсь, что вот приблизительно так должен быть выглядеть весь лист. Но опять-таки здесь во многом будет зависеть производителя. Но вот в целом количество допустимых изъянов не должно быть больше, чем вот здесь примерно я вам показываю. Вот классический пример фанеры четвертого сорта. Как видите, огромное количество уже самых различных изъянов в верхней рубашке шпона. Вот здесь маркировка 4-4, то есть с обеих сторон здесь шпон четвертого сорта на этой фанере. Что с одной стороны, что с другой. Но еще фанера четвертого сорта может выглядеть даже так. То есть, как вы видите, здесь вообще количество сучков без ограничений. То есть, здесь уже в данном случае все будет зависеть от производителя и вашего выбора. То есть, здесь уже надо просто смотреть и выбирать каждый конкретный лист. Естественно, чем выше сортность фанеры, тем она дороже. Естественно, что фанера сорта Elite или 1 намного дороже, чем вот такая строительная фанера. Теперь, как эта фанера маркируется в соответствии с сортностью. Если, предположим, на фанере написано вот так. 1 через дробь 2. То это значит, что с одной стороны рубашка шпона первого сорта, а с другой стороны второго сорта. Если, предположим, 2-3, то с одной стороны рубашка шпона второго сорта, с другой третьего и так далее. В разных комбинациях. Например, вот элитная фанера обычно она идет вот так. Е-1. Или самая часто распространенная хорошая фанера хорошего качества это 1-2. Далее следует распределение на виды фанеры в зависимости от устойчивости к влаге. Фанера ФБА. Данный вид фанеры изготавливается на основе альбумина казинового клея. Она является экологически чистой и позволяет ее использовать в жилых и детских помещениях. Однако у нее достаточно низкий уровень влагостойкости. Фанера ФК одна из самых распространенных. Для ее производства применяется карбамидный клей. Уровень водостойкости фанеры ФК средний. Фанера ФСФ изготавливается на основе фенолового клея с формальдегидом. Уровень водостойкости у этой фанеры повышенный. Она является одной из самых распространенных и востребованных видов фанеры вместе с фанерой ФК. Но надо понимать, что в ней содержится формальдегид. А это не самое хорошее вещество с точки зрения экологии и с точки зрения влияния на здоровье. Также еще есть фанера ФБ. Она производится на основе бакелитового лака. Данный вид материала обладает наивысшим уровнем водостойкости. Теперь хочу вам пояснить, как различаются слои фанеры по кромке, по этим слоям шпона. Вот это фанера нижняя. Это фанера ФК. А вот это ФСФ. Как видите, у фанеры ФСФ есть вот такие черненькие полоски. Она более контрастная, чем фанера ФК. Это как бы вот такое самое основное отличие. И несколько отличается по оттенку и цвету. Это все связано с цветом клея. Да, чуть не забыл. Основной древесиной для производства фанеры у нас в России является береза. Но это связано с тем, что эта древесина достаточно дешево и общедоступна. Также еще встречаются фанеры хвойных пород. Встречается там ольха еще иногда. Но, как правило, фанера идет березовая. В низкосортную фанеру частенько вставляют листы шпона хвойных пород вовнутрь. Но крайние листы шпона, как правило, всегда идут березовую. Березовую я не беру сейчас ламинированные различные фанеры, шпанированные и так далее. Я беру просто классическую фанеру. Как правило, все-таки это фанера из березы. Итак, давайте подведем некоторый итог. Значит, основные достоинства фанеры. Это, на мой взгляд, высокая доступность. Купить ее можно практически везде. Большой выбор размеров, особенно по толщине. Вариативность очень большая. Очень высокая механическая прочность в сравнении с другими древесными материалами. Относительно низкая цена. Также у фанеры очень высокая влагостойкость по сравнению с другими древесными материалами. И достаточно высокая экологичность. Ну, кроме, может быть, фанеры ФСФ. И, тем не менее, даже в сравнении фанеры ФСФ и обычного ДСП, фанера ФСФ по экологичности намного выигрывает. Теперь по поводу минусов фанеры. На мой взгляд, самым большим минусом фанеры является то, что даже достаточно толстые листы фанеры, если их замерить, у них есть некоторый своеобразный такой изгиб. Причем этот изгиб, чем фанера тоньше, тем этот изгиб все больше и больше увеличивается. Ну, это определенный есть такой недостаток, связанный вот как раз таки с проклейкой листов шпона. Какие-то листы шпона в большем напряжении находятся, какие-то в меньшем, и поэтому получается некоторый такой изгиб. Но общее правило здесь таково, что чем фанера толще, тем она ровнее и стабильнее. Дальше, одним из недостатков, ну, это нельзя, наверное, назвать недостатком, потому что для многих это достоинство, это вот эта вот кромка, вот такая вот полосатая. Для многих это совершенно является неприемлемым, а некоторые, наоборот, для некоторых это является украшением, и многим эта кромка очень нравится. Так что здесь скорее дело вкуса. Ну и третьим моментом, на мой взгляд, недостатком является то, что фанеру достаточно сложно покрасить, я имею в виду вот самую обыкновенную березовую фанеру, покрасить прозрачным каким-то покрытием, так чтобы она была по-настоящему красиво выглядела. Я сейчас не беру непрозрачную покраску, то есть покраску краской, сейчас беру покраску лаками, маслами и так далее, то есть та, которая будет прозрачной. То есть, ну, визуально, на мой взгляд, фанера выглядит не очень хорошо под прозрачными покрытиями. Если вам понравилось это видео, тогда пишите комментарии, и я сниму еще один ролик, в котором расскажу уже о нюансах работы с этим замечательным материалом. Всем спасибо за внимание и подписывайтесь на мой канал.